Ибо как молния исходит от востока и светит до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Господь уподобил второе свое пришествие молнии, и это не случайно. Как блистает молния? – вопрошает святитель Иоанн Златоуст. Она не требует вестника, не требует проповедника, но в одно мановение является во всей Вселенной, и тем, которые сидят в домах, и тем, которые находятся во внутренних комнатах дома. Таково же будет и пришествие Христова, которое вдруг явится везде по причине сияния славы. Преподобный Ефрем Сирин и блаженный Иероним Стридонский также обращают внимание на то, что второе пришествие Спасителя должно обнаружиться во славе, а не в уничижении, подобно первому. Тогда, по слову преподобного Иустина Поповича, Господь явится весь как свет, и мы опытно узнаем, что означают слова святого апостола «Бог есть свет». Стих о подобном молнии Втором пришествии присутствует только у апостола Матфея. Господь продолжает открывать своим ученикам признаки кончины века, и прежде всего тот, который не сможет подделать никакой лже-мессия – очевидность пришествия владыки для всего населения Земли. Иудейское общество, ожидавшее Мессию, интересовал вопрос, каким же образом он придет. Евреи верили, что Мессия будет человеком, что он возглавит Израиль, когда единая языческая империя соберется, чтобы завоевать богоизбранный народ, что силой Божией он одолеет язычников и подчинит их. Большинство думало, что Мессия – отпрыск рода Давида, а другие раввины Талмуда предполагали, что это сам воскресший Давид. Одни верили, что божественный царь родится в Вифлееме, другие полагали, будто рождение его неизвестно. Согласно пророчеству Захарии, Мессия придет в Иерусалим кротко, сидя на осленке. И это пророчество Христос уже исполнил, идя на крестные муки в Святой Град. Но ему не поверили. Истинный Мессия, Иисус, сделал понимание пророчеств предельно ясным. Он по божеству, как пророчествовал о нем Даниил, от дней вечных, по человечеству же происходит от Давида, и родился в Вифлееме. Он единый, но пришествий его два. Одно смиренное, для проповеди Евангелия, крестной смерти и воскресения, а другое торжественное, для наказания сатаны, для победы над войском Антихриста, окружившим стан святых, и для суда над живыми и мертвыми. Именно о втором пришествии пророчествовал Даниил, и оно будет явным для всех народов. Об этом предсказывал и псалмопевец. «Бог явно придет, Бог наш, и не будет безмолвен. Огонь пред Ним возгорится, и вокруг Его сильная буря. Он призовет небо свыше и землю рассудить народ свой. Соберите Ему преподобных Его, принявших завет о Его жертвах, и возвестят небеса правду Его, ибо Бог есть Судья». Псалом 49. Эти стихи явно показывают, что Иисус, вершащий последний суд, есть истинный Бог. Предсказывая свое пришествие, Христос выбрал понятный образ – молнию, которая сверкает на небе и видна от востока до запада. Кого не поражает это природное явление? В любом доме слышны раскаты грома. Но если гром затухает через 20-30 километров, то молния видна гораздо дальше, на 150-200 километров и более. От востока до запада Израиля – менее 100 километров. И если молния бьет в Галааде, на востоке, ее видно с Саронской долины на западе. А особо зоркий наблюдатель мог увидеть из Галилеи молнию, бьющую в горах Иудеи. Но пришествие Господа будет очевидным для всего человечества на любом полушарии земли. И это будет такое явление силы Божией, что пропустить его будет невозможно. И так никто да не прельщает нас, называя себя Христом и Богом. Самый хитрый из обманщиков, Антихрист, прельстит многих, чтобы они уверовали в его божественность. Но его козни нам открыты. Как пишет преподобный Ефрем Сирин, «Господь наш на светоносных облаках, подобно страшной молнии, придет на землю. Но не так придет враг, потому что он – отступник. Будем бодрствовать и молиться, чтобы в час явления Царства Славы Христовой не застал нас, как гром среди ясного неба». Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok